МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это видео мы решили снять от деревни Узьмёны. В этой деревне много лет назад жили моя бабушка и дедушка. Начали мы видео с этого моста. Он был построен в 2009 году. К сожалению, по этому мосту я к ним не попал. Их уже не стало. Через Западную Двину из города Верхнедвинска был понтонный мост в деревню Слобода. Сначала там ходил паром. Я в детстве практически каждые выходные ездил на этом пароме в деревню Слобода. Потом мы садились с родителями на автобус. И уже где-то около 10 километров ехали на автобусе в деревню Узьмёны, чтобы добраться до нее. Потом парома не стало. Построили понтонный мост. По понтонному мосту тоже практически каждую субботу ездили сюда. Ездили также люди, которые живут и в деревне Слобода, и в Миорах, и в деревне Узьмёны. Но в 2009 году построили вот этот мост. И людям стало гораздо проще. И легче, удобнее добираться сюда. Так что в этом видео я хочу показать место, где жили бабушка и дедушка. И немного показать саму деревню Узьмёны. Приятного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы подъехали к дому, где раньше жили мои бабушка и дедушка. Их давно уже не стало. Позже этот дом продали. Не помню точно кому. Скорее всего сейчас здесь находится дачный дом чей-то. Сейчас людей здесь нету. Мы думали зайти, спросить, поговорить с людьми. Но никого на месте не оказалось. Вот здесь проходило мое детство, можно так сказать. Каждые выходные я здесь был. В субботу утром приезжали, в воскресенье вечером уезжали с родителями. Помогали и огороды, и сено. Ну, то, чем занимаются люди в деревне, в сельской местности. У дедушки и у бабушки были и свиньи, и овцы, корова, куры. Все, что есть у людей в деревне. На территории находился постройки какие-то хозяйственные. Был у них и собака, которого звали Бобик. Очень дружелюбный был. Потом находится на территории баня. Дедушка постоянно в ней коптил мясо, колбасы. К нему со всей деревни люди приходили. Просили, чтобы он помог им, так сказать, по-сельски, по-местному, по-дружески. Ну, он, конечно же, никому не отказывал. Он всем помогал. У него были также пчелы. Находилось несколько ульев, точно я не помню. Сейчас они там тоже находятся. Но видно, что этот хозяин или их оставил, или свои решил улья купить. Да, смотрю сейчас, дом перекрашен, отреставрирован, находится в хорошем состоянии. Цвет, конечно, изменен. Также на территории находится постройка хорошая. Из блоков, из крепича. Раньше все было из дерева сделано. Такой роскоши, ну, так сказать, не у каждого была такая роскошь, чтобы из блоков или из кирпича сделать ту же постройку какую-то хозяйственную на территории дома. Ну, а вот березы, которые находятся здесь рядом, они стоят до сих пор. Вот эти вот 4-5 берез, они вместе стоят уже очень-очень много лет. Я часто проезжаю мимо этого места и постоянно смотрю на этот дом, вспоминаю какие-то моменты из жизни, из детства, как здесь все проходило, сколько времени уже прошло. В свое время я не очень любил ездить в деревню, потому что там было скучно, нечего было делать. Но сейчас я бы, наверное, с удовольствием туда вернулся и ездил бы за этой тишиной, за этим спокойствием. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok